Девчонки, всем привет! В сегодняшнем видео хочу вам рассказать о ботиночках. Ну не о ботиночках, это типа слепонов, такие выполнены немножко в морском стиле, темно-синего цвета. По поводу размерности сразу хочу сказать, они не туда и не сюда получаются. Я заказывала два размера, это 37 и 38 размер. 37 размер мне оказался мал по длине стопы, а 38 размер велик по длине стопы, но по ширине очень-очень сильно широк. Соответственно я делаю вывод, что эти ботиночки, эти слепоны, они на широкую ногу. Учитывая, что я ношу 36 размер, а 37 размер мне оказался впритык, а 38 размер по длине мне нормально, но по ширине слишком широкий, я делаю вывод, что они маломерят на два размера и подойдут на широкую стопу. Вот обладательницам широкой стопы на этот раз повезло, потому что у них есть возможность взять неплохого качества обувь. Почему неплохого качества? Потому что это обувь тканевая, она не так будет нога потеть. Даже если она будет потеть, ткань будет в себя впитывать, потому что ткань такая хорошая. И причем, знаете, интересная обработка верхняя, она как гофрированная что ли, то есть плетение такое интересное, как вот кофты вы покупаете, вязаные, вот на это нечто похожее, на что-то подобное похоже. То есть видите, они такие вот интересненькие, узорчатые, плетеные, как будто вот вязали прям их специально. От основания подошвы до самого ее конца. Так что обладательницам полной ноги прям вот как нельзя, кстати, повезло. Плюс еще ко всему они тканевые, а это значит, что даже если чуть-чуть у вас полная нога, но чуть-чуть у вас будет что-то впритык, это не кожзам, который стягивает ногу, а у вас будет возможность расплыться по обуви, ноге, ткань она сама по себе чуть-чуть растягивается. То есть вот за это я люблю тканевую обувь, то что даже если чуть-чуть там маловато где-то, но ткань имеет свойство растягиваться, что не делает кожзам, а уж тем более лакированная кожа, да, нога получается как в тисках, а здесь будет возможность принять обуви форму вашей ноги. Здесь вот еще есть такие резиночки по бокам, поэтому если у вас высокий подъем стопы будет, вы туда, в принципе, неплохо так пролезете, потому что не тугая резинка, как видите, она хорошо растягивается. Подошва выполнена из ПВХ, то есть это такая некая резина, но вот я бы не заметила, что она сильно тяжелая, просто у нас были до этого слепоны, я все время сравниваю, когда показываю такую обувь со слепонами, Эмодзи у нас были, так вот те очень тяжелые были, то есть ты полдня проходишь и все, и ноги у тебя отваливаются. Сначала я это не замечала, когда я ходила в них чаще, то понимала, что они достаточно тяжелые. У этих по сравнению с Эмодзи, со слепонами Эмодзи, не такая тяжелая подошва. Ну, так, собственно говоря, и подошва сама выглядит, не скользящая. Показываю вам сейчас 37 размер. Ну, уж очень мне понравились. Если бы, конечно, я подошла размером, я бы их себе оставила. Потому что, знаете, была я тут недавно, я думала, наша обувь, берлик дорогущая, была я недавно в магазинах обувных перед Индией. Мне надо было подобрать какую-нибудь удобную обувь для того, чтобы можно было ходить по аэропорту. И я настолько была шокирована ценами в магазинах. Причем вот те с облегченной подошвой, например, какие у нас есть там кроссовки, и которые стоят вот сейчас в данный момент, например, Blum, 2 200 минус еще кэшбэк получается, ну, плюс начисленный кэшбэк. И взять, например, подобного рода обувь только в магазине Florissima, по-моему, я смотрела, или как-то по-другому называется, на фе как-то у нас здесь в Энгельсе зашла. Только они были, скажем так, тоже с облегченной подошвой, не кроссовки, эти что-то вроде слепонов, что-то вроде тапков, ткани было очень мало вот здесь вот сверху. И стоили они 2, по-моему, с чем-то тысяч рублей. И это без скидок, без каких-либо, да. Ну, пусть они на распродажах будут чуть-чуть подешевле, но наша обувь получается, вот если не кожу брать, наша обувь получается дешевле, чем если вы такую же, точно такую же будете брать в магазинах. Ссылочку для регистрации я оставлю внизу в инфобоксе к этому видео. Можете переходить, заполнять там форму регистрационную, и таким образом вы получите доступ в личный кабинет, логин и пароль. Плюс еще ко всему вам после регистрации начислят на ваш счет 1000 рублей. Ею можно воспользоваться от суммы заказов 2000 рублей. То есть регистрируйтесь, вам на счет начисляется 1000 рублей. Когда вы сделаете заказ от 2000 рублей, в эту сумму не включается транспортный сбор и сбор за доставку, то у вас пишется этот бонус 1000 рублей. К оплате у вас будет стоимость заказа в 2 раза меньше, в 2 раза дешевле, чем вы его сделали. Это беспрецедентная акция, такой акции не было за все время существования компании, поэтому пользуйтесь, пока она есть. Я с вами прощаюсь. До новых встреч на моем канале. Желаю всех хорошего настроения. Пока-пока.